Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале первое видео авторынок. Если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйв, так и в формате обзоров технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Сегодня у нас в обзоре довольно необычный и пока еще редкий для нас автомобиль. Конечно же, с правосторонним расположением руля и, конечно же, без пробега по России. Машина буквально недавно приехала из Японии. Модель эта заинтересует в первую очередь тех, кому нужен маленький, компактный, удобный полноприводный паркетник для города, при этом достаточно экономичный. В следующие несколько минут обзора мы посмотрим на автомобиль снаружи и изнутри, поговорим немного про техническую составляющую, а также заглянем на машину снизу на подъемнике. Встречайте, сегодня у нас на подъемнике Mazda CX-3. Компактный кроссовер Mazda CX-3 в кузове DK, первое и пока единственное поколение, появился в далеком уже 2014 году. Автомобиль выпускается по сей день, пройдя через рестайлинг в 2018. Что касается версии для внутреннего японского рынка, наиболее распространенным агрегатом там является полуторалитровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 105 л.с. Сочетается он с механической пятиступенчатой, либо с шестиступенчатой автоматической коробкой. Ну а привод вы можете выбирать передний, либо полный для любого из вариантов трансмиссии. На европейский рынок с левосторонним расположением рулевого управления эти машины также поставлялись и с бензиновыми двигателями объемом 2 литра, разной степени форсировки 120 и 150 л.с. Наш сегодняшний экземпляр – это автомобиль для японского рынка. Праворульный, конечно же, 2015 года выпуска под капотом, полупролитровый дизель, полный привод и классический автомат. Пробег этой машины по Японии всего 83 тысячи километров. Выглядит Mazda CX-3 со стороны как действительно компактная машинка, но при этом габаритные размеры автомобиля достаточно взрослые. Длина машины 4 метра 27 сантиметров, ширина 1 метр 76, а высота 1 метр 55 сантиметров. Колесная база при этом 2 метра 57, а радиус разворота 5,3 метра, что не является каким-то запредельным показателем. Автомобиль действительно маневренный. Что касается толщины выкокрасочного покрытия, у этих автомобилей толщина достаточно небольшая и вряд ли где-то превысит 100 микрон. Скорее всего, для родной краски показания толщиномера будут лежать в диапазоне от 70 до 100. Что касается сопротивляемости кузова этого автомобиля коррозия, во-первых, автомобили эти еще достаточно свежие, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, Ну а во-вторых, у последних Мазда по части ржавчины все обстоит весьма неплохо. Так что пока, по крайней мере, эти машинки держатся молодцом. По традиции, обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения доступ, куда нам открывает довольно небольшая и при этом относительно легкая крышка багажника. Как и следовало ожидать от кроссовера с практически отсутствующим задним свесом и большим углом наклона заднего стекла, багажник здесь небольшой. По сути дела, рассчитаны на пару-тройку спортивных сумок. Но давайте посмотрим, сколько это точно в линейных размерах. Ширина проема пятой двери в данном случае по ее средней части это 95 сантиметров. Высота багажника от фальшпола до полки порядка 39 сантиметров. Ширина по нижней части те же самые 97. Ну а длина багажного отделения при поднятых спинках второго ряда в данном случае те же самые 66-67 сантиметров. В случае, если вам надо увести габаритный груз, вы можете сложить спинки сидений второго ряда. И в этом случае полезная длина возрастет где-то до 1 метра 40 сантиметров. Ну а если вы будете проталкивать длинный и при этом узкий груз между передними сидениями до передней панели, здесь будет около 2 метров 10 сантиметров. Так что в определенном смысле небольшие грузовые возможности у этого компакт-кроссовера все же имеются. Что касается каких-то дополнительных удобств и фишек по багажному отделению. Здесь их на самом деле очень немного. По сути у нас присутствует плафончик освещения, где японский владелец зачем-то заменил штатную лампочку ярко-синей. Фальшпол в багажнике на самом деле двойной. Первый уровень можно удалить и тем самым слегка увеличить погрузочную глубину. Где-то ориентировочно сантиметров на 6. С правой стороны за пластиком у нас есть ниша, в которой прячется домкрат. А под второй панелью фальшпола пенопластовая ниша, отформованная под штатный сабвуфер в данном случае и под ремнабор, то есть герметик и компрессор. Также здесь у нас находится вороток для домкрата. Так что багажное отделение CX-3 огромным не назовешь, но с учетом того, что такой автомобиль с большой долей вероятности будет претендовать на роль второго в семье и грузовые возможности здесь слегка вторичны, в этом нет ничего страшного. Ну а теперь поговорим про интерьер CX-3. Попадая сюда, в общем-то не ожидаешь увидеть тут какого-то гиперпростора вокруг себя. Но при всем при этом, здесь очень удобно. Посадка и вообще сам интерьер этого автомобиля чем-то напоминает Mazda 3. Похоже, что приборная панель оттуда и позаимствована. Здесь один большой центральный колодец с тахометром и цифровым спидометром и два маленьких дополнительных окошка по бокам. Так же, как и в Mazda 3, по центру приборной панели у нас монитор, на который выводится картинка с камеры заднего вида и мультимедийная система. В данном случае, в нашей комплектации салон комбинированный кожано-тканевый. Кожаная часть здесь половина подушки и половина спинки сидения. Центральная же часть тканевая. Сидения, кстати, имеют подогревы, причем в три положения. Для праворульного японского автомобиля раньше это было редкостью. Но все чаще и чаще подогрев сидений, как опция попадается на большом количестве современных машин для внутреннего японского рынка. Сами сидения, кстати говоря, отлично спрофилированы. Они имеют выраженную боковую поддержку на спинке, при этом достаточно мягкие. Спортивной жесткости на этих креслах нет. И подобрать посадку за рулем мне удалось достаточно быстро. Здесь очень удобный руль. Рулевая колонка в нашем случае имеет регулировки как по наклону, так и по вылету. Причем диапазон этих регулировок достаточно большой. То же самое касается и диапазона регулировки водительского сидения. Если отодвинуться до упора назад и максимально опустить подушку сидения вниз, то в этом автомобиле я могу вытянуть свою левую ногу в колене при росте метра 86 сантиметров. И при этом носком не достать до пола салона, даже если сильно вытянутся. Так что несмотря на маленькие габаритные размеры, рослый человек в этом автомобиле усядется с комфортом. Что касается разного рода клавиш и кнопочек. В данном случае в машине абсолютно нет ощущения перегруженности разного рода функциями. С правой стороны, удобно расположившись под рукой, лежащей на подлокотнике, у нас находится пульт управления зеркалами и стеклоподъемниками. Авторежим имеет только водительские зеркала, в данном случае имеют режим складывания. С правой стороны у нас есть блок из шести кнопок, три из которых у нас просто заглушки, а три опции на машине присутствуют. Блок этот позаимствован один в один с Mazda CX-5. И в данном случае здесь у нас система стабилизации, система i-stop и система мониторинга мертвых зон в боковых зеркалах. Клавиши на рулевом колесе у нас разделяются на два блока. Под левой рукой в данном случае управление магнитовой и телефоном, который можно подключить сюда по Bluetooth протоколу. Под правой рукой управление круиз-контролем. Причем в данном случае это круиз-контроль самый обычный, без дополнительных опций в виде, например, контроля дистанции до впереди едущего автомобиля. За рулевым колесом у нас есть лепестки переключения передач в ручном режиме. Это для автомобилей с автоматической коробкой, естественно. Подрулевые переключатели в данном случае находятся ровно там, где должны. Они переключаются с довольно-таки заметным приятным усилием. Все четко. С правой стороны управление светом, ну а по левой стороне, соответственно, стеклоочистителями. Слева от руля также находится кнопка запуска остановки двигателя. Причем ее при нормальном своем положении наглухо перекрывает, от вашего взгляда, рычажок управления стеклоочистителями. На центральной консоли под дисплеем у нас кнопка аварийной сигнализации, управление подогревом сидений и блок климат-контроля. Климат здесь автоматический, однозонный, реализовано управление в виде удобных крутилок, тактильно приятных и довольно информативных. Еще ниже у нас слот для загрузки компакт-дисков. Далее в самом низу 12-вольтовая розетка и USB-разъем. Ну а за привычной формой селектором коробки передач располагается управление мультимедийной системой. Здесь есть поворотный джойстик, ручка регулировки громкости и кнопки ускоренного перехода по пунктам меню. Ручник в данном случае у нас самый обычный механический, никакого электронного ручника здесь нет. И на этом в принципе все. Что касается материалов отделки салона, то для данного класса автомобиля в принципе все на уровне. Да, пластик на дверных картах и наверху передней панели у нас жесткий, зато присутствует отделка материалом напоминающим кожу. Причем с прострочкой выглядит это все довольно интересно. Отдельно стоит отметить, как реализованы здесь дефлекторы вентиляции. Они очень легко поворачиваются в своих посадочных местах, их можно перекрыть поворотом ручки. И вообще достаточно интересная на ощупь. Наверняка это практичное решение. Что касается опоры под локти, справа у нас удобный подлокотник на дверной карте. Ну а слева в нашем случае имеется бокс и подлокотник. Но поскольку фактура его отделки сильно отличается от всего остального, что здесь есть в салоне, есть предположение, что это не штатная опция, которую сюда добавил уже на свое усмотрение предыдущий владелец в Японии. А так на центральной консоли у нас два подстаканника и небольшой квадратный бокс под мелочевку. Бардачок в этом автомобиле в принципе стандартного размера. В основном под документы, но можно положить сюда, например, еще что-нибудь типа книжек, либо коробочку с компакт-дисками или что-то относительно небольшое. В общем, были автомобили, где бардачок был и меньше. Что касается дверных карт, здесь есть небольшие кармашки, передняя часть которого отформована под бутылочку объемом 0,5 литра. И завершает перечень мест для хранения в этом автомобиле футляр для очков. Ну а что касается обзорности вперед, в этом автомобиле здесь никаких претензий. Боковые зеркала по меркам компактных машин просто огромные. В них видно абсолютно все, плюс есть, опять же, возможность регулировки и система мониторинга автомобилей в мертвых зонах. Линия лобового стекла визуально достаточно низкая и видно даже часть капота. При этом парковаться к поребрикам вам в любом случае придется по памяти. Поскольку, как и на большинстве современных автомобилей, передние края капота и его бока вы видеть не будете. Ну а что касается обзорности назад, то в данном случае нам в помощь камера заднего вида. Так что никаких вопросов по этой части здесь также не будет. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается места на заднем сидении CX-3. Конечно, это компакт кроссовер и ожидать здесь большого простора было бы опрометчиво. Я сейчас сижу сам за собой. Напоминаю мой рост, метр восемьдесят шесть. Колени упираются в переднее сидение, но благодаря тому, что спинка сидения здесь мягкая, плюс есть выштамповка под коленки, в принципе разместиться тут можно. Кстати, задний диван здесь тоже весьма и весьма мягкий. Необычно и неожиданно. Боковые места здесь имеют некоторый профиль, не слишком явно выраженный. Центральная часть плоская, но размещению третьего пассажира здесь будет препятствовать в том числе и высокий тоннель на полу. Кстати, спинка сидения регулировок не имеет, выставлена она вертикально, но парадокс, в данном случае такая посадка удобна. Место над головой есть, хотя запас и минимальный. Центрального подлокотника в данном случае задним пассажирам не положено. Здесь есть только опора под правый локоть и очень узкий карман внизу дверной карты, куда можно поставить всю ту же бутылочку с водой, например. В целом же, для непродолжительных поездок по городу заднее сидение этого автомобиля подойдет, но вот если вы планируете ехать в качестве заднего пассажира на подобном автомобиле на дальняк, и при этом вы высокого роста, подумайте еще раз. Ну а теперь про двигатели. На европейские машины ставились в том числе и бензиновые двигатели объемом 2 литра серии PE или PE, если сказать правильнее. Эти моторы выдавали разную мощность от 120 до 150 лошадиных сил, но на автомобилях для японского рынка в большинстве своем будет дизельный двигатель. Маркировка этого агрегата S5 DPTR. Этот мотор довольно новый, разработки 2014 года. По своей конфигурации это рядная четверка. Блок цилиндров у этого дизеля алюминиевый. Здесь два верхних распредвала и 16 клапанов. Гидрокомпенсаторы есть, регулировать зазоры не нужно. На этом двигателе компания Mazda применяет впрыск типа Common Rail и турбину с переменной геометрией. Привод ГРМ, кстати говоря, цепной, причем цепь это весьма ресурсная. В стоковом состоянии этот двигатель выдает 105 лошадиных сил и целых 270 ньютонометров крутящего момента, что примерно соответствует двигателям средины 2000-х годов с объемом 2,5-2,8 литра, если говорить про бензин. Так что, несмотря на скромные показатели мощности на бумаге, двигатель этот обеспечивает маленькому кроссоверу довольно уверенный разгон, ведь масса этого автомобиля всего 1330 кг. До сотни подобный автомобиль в стоке разгоняется где-то за 11 секунд, что вроде бы много. Но если учесть, что средний взвешенный расход топлива в городском цикле летом на этих автомобилях порядка 5,5 литров на 100 км пути, а 7-7,5-8 литров можно получить только основательно притаптывая педаль акселератора, в принципе цифра неплохая. Но если кому-то этого покажется мало, в принципе у вас есть возможность двигатель прошить. Мощность данных дизелей поднимается до 150 л.с., крутящий момент до 340 ньютонометров, и разгон до сотни сокращается значительно где-то до 8,7 секунды. Несмотря на маленький объем в 1,5 литра, заправочный объем масла в этом дизеле не такой уж и небольшой. 5,1 литра, масло с вязкостью 5w30. Интервал замены 5-6 тысяч километров пробега. Все же это двигатель с турбиной. Ужесточающиеся требования к экологии на современных моторах предопределили наличие здесь EGR и сажевого фильтра. Самое интересное, что именно экология по сути дела и является единственной ахиллесовой пятой данного малолитражного дизеля. Благодаря системе EGR масло здесь начинает лететь во впуск, и вся система впуска обильно зарастает нагаром, причем происходит это достаточно быстро. При этом на двигателе присутствует режим прожига сажевого фильтра, но чем чаще он используется, тем пагубнее могут быть последствия для силовой установки, как это ни странно. Так что некоторые владельцы считают чуть ли не обязательной рекомендацией для продления жизни двигателя отключение системы EGR и его физическое удаление вместе с сажевым фильтром. Этическую составляющую подобной манипуляции оставим за скобками, но по большому счету в одном они правы. Подобные действия значительно увеличат ресурс двигателя, который при своей полной комплектности проходит порядка 250 тысяч километров до первых вопросов. Но это по заверениям производителя. Как будет на практике, посмотрим чуть позже, когда пробеги подобных автомобилей начнут массово приближаться к психологической отметке 300+. Также к плюсам данной силовой установки, именно с точки зрения его дизельного характера, относится и то, что этот двигатель достаточно малошумный. Он не напрягает своим присутствием ни людей рядом с автомобилем, ни тем более тех, кто находится внутри. Уровень шума данного двигателя вполне сопоставим с таковым у бензиновых машин. Что касается коробок передач, эти модели могли комплектоваться как пятиступенчатой механикой, так и шестиступенчатым автоматом. Причем по надежности и та, и другая коробка очень и очень даже хороши. Механику, понятное дело, можно отнести к разряду вечных трансмиссий. Правда, такие коробки предъявляют определенные требования к мастерству водителя, который будет эксплуатировать данный автомобиль. Ну а шестиступенчатый автомат, классический, заметим, гидромеханический, наверное, более предпочтительный вариант для большинства пользователей. Индекс этих коробок FW6AEL и GW6AEL, если говорить про версию для 4WD. Коробки эти крайне крепкие, что-то нехорошее случается с ними из ряда вон не часто. Практически это единичные случаи, которые можно списать либо на производственный брак, либо на крайне неаккуратное обращение. Интервал замены рабочей жидкости в автомате CX-3 это 80 тысяч километров пробега. Для частичной замены жидкости вам потребуется 4-5 литров, для полной 9. Изначально эти трансмиссии устанавливались на автомобиле даже с большими объемами двигателя, но рассчитаны они на работу с двигателями, выдающими до 300 ньютонометров крутящего момента. То есть на стоковой прошивке коробка справится с задачей без всяких проблем и вопросов. Но если вы поднимаете мощность, будьте аккуратны в использовании педали газа. Хотя в любом случае производитель с большой долей вероятности закладывал запас по крутящему моменту. При проектировании этих коробок их реальный ресурс более 300 тысяч километров пробега. Ну и перед тем, как посмотреть на CX-3 снизу на подъемнике, давайте поговорим о дорожном просвете. Каталожное значение клиренса для данной модели 160 миллиметров на самом деле низшая точка у этого автомобиля не дотягивает до этой отметки. Самая низкая, висящая над асфальтом точка в машине, это защита моторного отсека и передний подрамник. Они находятся на расстоянии где-то 140 миллиметров от уровня земли. До переднего бампера в данном случае, конечно, побольше. Как раз и самые 160. До передних брызговичков всего 12 сантиметров. Брызговики, кстати говоря, здесь резиновые, но очень жесткие. Соответственно, скорее всего, при парковке зимой где-нибудь в обледеневый сугруп их получится оторвать. Что касается расстояния за передним колесом, до порога 20 сантиметров. В задней части автомобиля до брызговичка 18 сантиметров. И эта цифра примерно соответствует, опять же, висящим под днищем пластиковым защитам. Ну, а задний бампер находится от земли на расстоянии 27 сантиметров. Чуть ниже этой отметки у нас висит банка глушителя. Но, в принципе, парковаться задним ходом, конечно, можно и к очень высоким препятствиям. По сути дела, клиренс этого автомобиля, если абстрагироваться от низковисящей защиты, примерно стандартный легковой. Что касается ходовой части Mazda CX-3, то в данном случае ходовка решена типичным образом для бюджетных автомобилей. Спереди у нас используется подвеска типа Macpherson. В данном случае никаких абсолютно конструктивных изысков тут мы не видим. Все привычно, стандартно, знакомо нам по другим моделям компании Mazda. Нижние шаровые опоры на рычагах в данном случае запрессованы и, по идее и по задумке производителя, меняться должны, собственно говоря, вместе с самими рычагами. Но с дубликатными запчастями возможны варианты. Что касается общего впечатления от подвески, то если, например, сравнивать все, что мы здесь видим с кроссовером Volkswagen Tiguan от Vaga, где явно ходовая часть строилась с изрядным запасом прочности, у Mazda все, в принципе, стандартное. Здесь абсолютно легковые размеры рычагов, шаровых соединений и, например, толщины прута стабилизатора поперечной устойчивости. Но с учетом того, что у Mazda 3, например, подвеска не относится к разряду особо сыпучих, предполагать, что дело пойдет по-другому на CX-3, наверное, не стоит. Рулевая рейка, кстати говоря, здесь электрическая, никакого гидроусилителя нет, соответственно, нет проблем ни с протечками, ни с самим насосом. Высокий тоннель пола в данном случае служит вместилищем для карданного вала. Кардан здесь достаточно большого сечения и, самое интересное, здесь нет эластичной муфты. На заднем редукторе обычная крестовина и все. Разъемы управления подключением в работу задней оси в данном случае у нас находятся достаточно низко. Вброд и по речкам ездить на этом автомобиле не рекомендовано, поскольку провода здесь никак, ничем особо не закрыты. В задней части машины мы также видим топливный бак, который имеет объем 44 литра. Сделан он из пластика, что хорошо, гнить не будет. Задняя часть днища здесь, кстати, закрыта пластиковыми защитами. Ну а по части задней подвески у этого автомобиля вместо ожидаемой многорычажки обычная зависимая подвеска, то есть просто балка с двумя соленблоками и втулками на амортизаторах. Так что в плане обслуживания задняя подвеска CX-3 очень долгое время ничего от вас не потребует. Что еще можно добавить? Тормоза на этом кроссовере в круг дисковый ручник зажимает рабочие тормоза задних колес. Никаких барабанов с колодочками в данном случае нет. И в принципе это хорошо. Таким мы увидели сегодня компакт-кроссовер Mazda CX-3 2015 года выпуска с дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом с пробегом по Японии 83 тысячи километров. Если у вас была или есть CX-3, на которой вы проехали уже не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно напишите все это в комментариях. Ведь людям, которые выбирают себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть весьма приличный шанс, что к моменту выхода видео машина еще будет находиться на продаже в автосалоне RDM Import в городе Новосибирске. Уточнить всю интересующую вас информацию по машине, начиная с актуального наличия, можно воспользовавшись контактными данными в описании под видео. пишите, звоните. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!